сейчас я буду заготавливать черенки туй для укоренения в апреле вот мне тут такое хвойное местечко есть и туя круглая большая совершенно переросток я все равно собиралась ее стричь густорезом но жалко было посадочный материал я беру макушечку то есть вообще все веточки буду обрезать отрезаю вот так вот сейчас покажу как я буду подготавливать я все кончики какой-то тупой секатор что у нас за секатор фискарс какой-то он это один из дорогих сейчас я возьму запасной старинный бабушкина вот это вот я понимаю советское изобретение так и вот эти вот кончики которые здесь лишние да я обстрекаю покороче чтобы обнажить палочку на сантиметров 15 вот получается вот такая вот палочка у меня черенок не должен быть длиннее 30 сантиметров у него не хватит сил и самый кончик я обрезаю под 45 градусов чтобы был такой вот остренький кончик сейчас я понесу и покажу куда я его воткну вот у меня самое северное местечко задумал тут только сейчас раннее утро тут только утром солнышко вот у меня резервуары из автомобильной резины с песком я беру черенок и под уклоном втыкаю его до зеленых веточек все теперь остается только все лето поливать регулярно и корни появляются осенью такие хорошие корни тут у меня типа питомничка для укоренения всяких зеленых моих жителей хвойных растений вообще-то я в прошлом году обстригал эти туи кругленькие очень нещадно вот и они так сильно обросли за лето за год сейчас я ее очень коротко всю подстригу все все макушечки которые тут есть но все у меня пойдет на укоренение вот так же хорошо укореняется вот этот вот голубой можжевельник просто замечательно я его так много уже поделила всем соседям раздала вот и казацкий обычный можжевельник хорошо укореняется также вот эту вот самую тую которая очень убористая смарагд я с нее срезаю макушечки и тоже их ставлю на укоренение вот здесь вот например была макушка да вот я ее отрезала и уже воткнула в песок сейчас я буду этим заниматься сейчас апрель 22 года